У нас с вами выдались очень причудливые сутки. Значит, вчерашний эфир был групповой психотерапией. Всем надо было просто побыть вместе, обняться и успокоиться. Потом наступила ночь. Естественно, в силу того, какой я человек, я пошел куда? Я пошел в думскроллинг. Я пошел смотреть все видео, все фото, пересматривать, перечитывать, в общем, вгрызаться в тему. И что-то как-то у меня не сошлось в голове. Значит, давайте договоримся. Коротко, как бы, что произошло? Нет, не так. Не так. Давайте сперва зададим самый главный вопрос, который, ну вот лично у меня, превалирует, во-первых, над всеми прочими, а во-вторых, как возник, так и не заглушается. Что это, блядь, было? Я извиняюсь за аналогию, но мои эмоции сейчас больше всего похожи на эмоции после того, как Пригожин свернул свой мятеж и уебал в Беларусь. Чего, блядь? То есть вот начинается что-то страшное, что-то стремительно развивающееся. Абсолютно непонятно, к чему этот пиздец приведет, блядь, ну не к этому. Чего нахуй? Вот, ну это еще один танк, застрявший в воротах цирка. Теперь давайте проговорим, что, собственно, произошло, потому что, во-первых, часть людей будет это смотреть в записи, а часть людей только сейчас высунула голову из ушной раковины. Ну что ж, вчера, примерно сутки назад, в торговом центре Крокус Сити Холл произошел один из самых крупных терактов, в принципе, в истории России, и за последнее время уж точно. Когда начинаешь проговаривать, в чем он выражался, уже начинают закрадываться вопросики. Значит, во многом я, конечно, буду исходить из того, что вы тоже читали новости, но подозреваю, что таких маньяков, как я, немного, которые перечитали, пересмотрели абсолютно все. Поэтому что-то я буду дополнительно разжевывать. Значит, смотрите. Давайте начнем по порядку. Место действия — Москва. Столица. Город, который буквально за последние, там, 10 лет был превращен в цифровой концлагерь. Город обвешан миллионами камер с системами распознавания лиц. Если ты сходил где-нибудь на митинг или цветочки положил на могилу Навального, тебя уже по лицам вычислили, знают, где ты живешь, и с хорошей вероятностью к тебе придут. Вот в этих условиях. Террористы. Террористы. Поехали на условном Хендай Солярисе. Да, серебристом. Хрен бы их кто нашел. Но вот такой вот двухцветный Рено, он заметный. Вот на такой тачке. Они приезжают. Груженные доверху оружием. Выходят перед одним из крупнейших торговых центров Москвы. Весь, блядь, в металлоискателях, камерами обвешанный. Страшно, сука. Заходят туда как к себе домой и начинают хладнокровно, спокойно убивать случайных посетителей. Я посмотрел видео. К сожалению, так сложилась моя жизнь, что за последние несколько лет я много видел видео с убийствами людей. В основном они были связаны с войной, конечно. Но дело в том, что у меня появилась некоторая насмотренность. Плюс у меня появились некоторые знакомые, которые мне в состоянии, когда я что-то не понимаю, я прихожу, задаю. Так, подожди, а вот это вот нормально или меня не зря шифруют? Которые мне в состоянии пояснить. Так вот, у меня возникло такое ощущение, и мне его подтвердили. Ребят, эти люди имеют боевую подготовку. Ну, то есть, мне, моим дилетантским взглядом, было очевидно. Я смотрю, нет, ну эти люди умеют обращаться с оружием. Они умеют двигаться в группе. Они умеют взаимодействовать в такой, в общем, экстремальной ситуации. Я показал человеку, который гораздо лучше, чем я, в этом разбирается. Говорю, слушай, я правильно понимаю, что, ну, это подготовленные бойцы? Ну, они как-то очень слаженно себя ведут для просто фанатиков, которые решили устроить теракт. Мне сказали, да, эти люди умеют обращаться с оружием. Эти люди понимают, что они делают. У них был какой-то план. Правда, никто, блядь, не понял, в чем этот план заключался до сих пор. Потому что, значит, они заходят в Крокус. Убивают кучу народу. По некоторым сообщениям у них еще был огнемет, с помощью которого они устроили пожар, собственно, в Крокусе. Часть людей перестреляли эти террористы. Часть людей задохнулась при пожаре. Вот на этом этапе, собственно, мы с вами вчера встретились. Вот когда было известно вот это. Все остальное стало происходить уже после того, как я запустил вчерашний стрим. И вот после этого количество вопросов растет вот так вот. Значит, на что это было похоже? У всех, кто застал или читал постфактум, это в первую очередь вызывает ассоциацию со страшным терактом в Норд-Осте. Захватом заложника. Есть один маленький момент, который почему-то все провородили. А вам не кажется, что это какие-то пиздец странные террористы? То есть подготовленные люди с оружием. И подготовленные люди это не только те, кто были внутри и убивали. Там еще была группа снаружи какая-то явно, потому что... Ну, об этом сейчас поговорим. Это все планировалось зачем-то. Потому что они буквально зашли, убили кучу людей, подожгли торговый центр и ушли. Не захватили заложников, не выдвинули никаких требований, не выступили ни с какими заявлениями, не пытались ничего с этого получить. Просто зашли, убили кучу народу, подожгли торговый центр и ушли. Окей. Окей. Я вчера втыкал в гугл карты. Я вот открыл Крокус Сити Холл. И мне стало вот интересно посмотреть. Откуда добирались ОМОНовцы? Я посмотрел. База ОМОН Росгвардии находится в 4 километрах от Крокус Сити Холл. Это 8 минут езды на машине. К сожалению, бравый ОМОН Росгвардии начал делать это через полтора часа. После того, как начались убийства людей. Мало того, что они больше часа добирались, 4 километра, что можно было пешком преодолеть за это время. Они еще и вот приехали. Их стали парадно строить, значит, в шеренге. Ну, очевидно, спешки же никакой нет, мы же никуда не торопимся, ничего же не происходит. И как-то вот так вот интересно получилось. Почему я говорю, что, скорее всего, там были еще координаторы, были какие-то люди снаружи. Потому что, аккуратно, вот если смотреть сообщения, то террористы смылись из Крокуса за несколько минут до штурма. Важное дополнение, я его после стрима записываю. Я не знал этого на момент эфира. Вы смотрите просто вырезку со стрима. Я вот сейчас читаю, что я пропустил, пока спал. Я сказал, что прошло 7 минут между тем, как террористы вышли из Крокуса и тем, как начался штурм. Такие новости действительно были, вы можете их просто сопоставить. Но, судя по всему, это ошибочная информация. Судя по той информации, что есть сейчас, они покинули Крокус в 20.13. А штурм начался в 21.30. Час 17. 77 минут. Спецназ, блядь, силовики, скорая. Стояли и тупо смотрели на Крокус Сити Холл, внутри которого люди задыхались, потому что там был пожар. Умирали от потери крови, потому что там было много раненых. И не делали ни хера. И вот об этом никто не говорит. Алло! Но после того, как чуваки устроили один из самых шумных терактов, сука, в истории России. Переубивали кучу народу. Подожгли торговый центр. Попали на все... Еще раз, ну, посмотрите эти видео. Они даже лица не прячут. Привет, система цифровой ГУЛАГ с распознаванием лиц. Они даже лица не прячут. Они садятся в ту же самую машину, приметную, белый Рено с черной крышей. И уезжают. И знаете в чем прикол? Их так и не находят. Их поймали в Брянской области. То есть они спокойно после всего вот этого выехали из Москвы. Вот этой Москвы, обвешенной камерами со всех сторон, где пернуть нельзя так, чтобы товарищ майор об этом не узнал. Как? У них даже балаклав не было? Нет, посмотри на видео. Они просто с открытыми лицами. На той же самой машине. Они ее даже не меняли. А поймали их в Брянской области. В этот момент все припоминают сообщения американского посольства о возможных терактах в России. У меня есть хайлайт на эту тему. Дальше появляется куча сообщений. У нас уже радостно потирая ручки Медведев, Рогозин, сенаторы всякие начинают говорить. Это Украина. Сто процентов. Это украинцы. Я сказал вчера на стриме, что если сейчас выйдет какое-нибудь официальное лицо и заявит, что это таки были украинские диверсанты или какой-нибудь, блядь, Легион Свобода России, и под это все нам сейчас скажут, что мы вводим новую мобилизацию, это, блядь, автограф на месте преступления. Все. Они не стали так делать. Но это слишком очевидно было бы. Окей. После этого появились сообщения о том, что ответственность на себя за это берет ИГИЛ. ИГИЛ. Но правда там вот BBC и прочие нормальные СМИ сразу под этой новостью, чтобы не утруждать читателя, сразу вешали вот такую плашку с напоминанием, что ИГИЛ частенько берет на себя ответственность за то, к чему вообще нахуй никакого отношения не имеет, просто чтобы примазаться. И я как бы к этому так и относился. Типа, ну мало ли, чё ИГИЛ сказал. А после этого американские источники начинают подтверждать, что по их информации это тоже ИГИЛ. Что, типа, ну вот, они знали о том, что ИГИЛ готовят теракт в России. Более того, они говорят, что они доносили эту мысль до российского руководства. То есть не то, чтобы они сидели такие... Нет, они получили эту информацию, они её приватно передали российскому правительству, их не послушали. За три дня до теракта, то есть четыре дня назад, Путин публично, собственным ртом сказал, что заявление американского посольства о готовящихся терактах в России это шантаж и провокация. Что они таким образом пытаются раскачать ситуацию внутри России и дестабилизировать обстановку. Это прямая цитата практически. После этого начинает происходить совсем цирк. Значит, ещё раз, я видел эти видео. Более того, поскольку моя оценка не является экспертной в этом вопросе, как бы, у меня есть комментарий, человек, который является экспертом, который мне подтвердил, что, да, это люди с боевым опытом, да, они умеют действовать в группе, да, они готовились к этому. Ну, то есть, это не просто, типа, твой сосед психанул и пошёл с берданкой расстреливать всех прохожих. Это бойцы. После этого они попадаются в Брянской области. Чуть ли не двум ДПСникам, блядь. И после этого они сдаются живьём. Ну, давайте понимать, независимо от того, какие у них были планы, идя туда, расстреливать людей в супер-супер защищённой Москве, каждый из них должен был быть готов умереть. Потому что, ну, по-хорошему, это смерть на месте. Террористы, которые участвуют в таких акциях, обычно одноразовые. То есть, каждый из них должен быть готов умереть. Раз. Это подготовленные бойцы. Два. Они вооружённые до зубов. Три. И их всех взяли живьём. Как? Ну, извините. Изначально сообщалось о том, что с ними в погоню и перестрелку вступил, ну, типа, буквально отряд ДПС. Ну, короче, менты, которые на дороге стоят. Это люди, не имеющие боевого опыта, особо, обычно. Ну, типа, ДПСники — это не бойцы. И они обезвреживают и, значит, фактически пленят террористов. Людей тяжеловооружённых, которым нехуй терять абсолютно уже. И которые, ну, вообще, как бы, уже готовы были умереть. Нет, претензия, это не претензия, какого хера они взяли живьём. Пишут, конечно, живьём нужно допросить их узнать, кто заказчик. Их нужно брать живьём. А как это получилось? Как получилось, что, как бы, люди неподготовленные и нетяжеловооружённые захватывают живьём людей подготовленных и тяжеловооружённых? Вот. Ну, это ладно. После этого начался совсем цирк. После этого стали появляться видео с задержаниями. Лучше бы эти видео с задержаниями не появлялись. Во-первых, по идее, это оперативная информация. То, что её публикует у себя главный редактор одного из самых популярных СМИ и телеканалов в стране, говорит о том, что это пиар-акция. Ну, случайно, вы же понимаете, что речь идёт о терроризме в масштабах страны. Если бы это не было согласовано, никакая Маргарита Симоньян никакие допросы захваченных террористов у себя бы не выкладывала. Она это делает с одобрением. То есть это пиар-акция. Пиар-акция российских спецслужб. Я бы смотрел это видео. Ну, не у меня же одного ощущения, что это прям вот... Ну, это галимейшая постанова. Значит, начнём с того, что захватывая террориста, менты заботливо подкладывают под него картоночку, чтобы ему лежать удобнее было. Если вы посмотрите это видео... Его там жёстко, блядь, ногой на сапог, значит, за волосы держат, разговаривают грубо с ним. А под ним лежит картоночка, чтобы ему не грязно было. Ну, блядь, серьёзно? Вот кто-то об этом думал в этот момент, да? Вот кому-то не похуй было. После этого я смотрю на этого мужика. Это какой-то таджик. Который трясётся, как осиновый лист. У него пульс 220. У него вот такой вот тремор. И он говорит, что его, значит, завербовал какой-то проповедник в Телеграме. Ему сами написали и сказали, иди убивай людей, мы тебе дадим 500 тысяч рублей. Переводом на банковскую карту. Ни наличными, ни криптой. Ай, ИГИЛ у нас в рублях теперь рассчитывается, если что. На банковскую карту. Ну, просто вот тебе в Телеграме пишет проповедник и говорит, пойдёшь убить кучу народу, мы тебе 500 тысяч рублей дадим. 5000 баксов. Ребят, подготовленный боец, который умеет обращаться с оружием. Это вообще ценный кадр. За 5000 баксов такой человек жопу не поднимет. Блядь, 5000 баксов не стоят того, чтобы ради них идти умирать. А задача требовала идти умирать. Может, он трясётся от холода? Нет, там видно, что он от страха трясётся. Он трясётся и заикается. У него вот так вот ходуном ходят руки. Я вот так вот открыл у себя на телефоне и на компьютере. Я открыл вот это вот, вот это видео допроса с вот этим мужиком, который «Я ничего не знал!» Он в панике. Просто у него вот так вот адреналин на глазах. После этого я открыл видео расстрела, собственно, людей в Крокусе. Это, блядь, разные люди. Ну, то есть, там люди спокойно, вообще без суеты. Идут, стреляют одиночными. То есть, не от бедра вот так поливают всё, что на них идёт. Вот это была бы истерика старая добра. Нет, очень сухо, очень спокойно, очень, блядь, обученно люди действуют. Я, блядь, не верю в эту хуйню. МБ под веществами, как раз под веществами действовать спокойно, рассудительно и последовательно очень сложно, если мы говорим про то, что их там накачали каким-нибудь амфетамином. И выглядит это так, как будто, ну, они реально гастарбайтеров в соседней стройке взяли. А после этого появляется видео, замечательное, которое призвано вызвать полный восторг у российского зрителя. Это видео, как одному из захваченных террористов отрезают ухо и заставляют это ухо съесть. Это методы времён Чеченской войны. Так делали с захваченными боевиками во времена Чеченской войны. И заметьте, эти видео открыто публикуются, снимаются. То есть, знаете, вот какой вопрос, если убрать вот этот угар, угар в смысле, не в смысле смеха, а в смысле вот это вот удушливое пространство вокруг теракта, это же вызывает некоторые вопросики, да? А как часто у нас спецслужбы таким занимаются, но не снимают это на камеру? А как часто снимают на камеру, но не выкладывают в интернет? Ну вот, возникают определённые вопросы, да? В Израиле 7 октября говорили, что Хамас, бойцы Хамас действовали под веществами. Да, вы видели, как они действовали? Вот там была абсолютно старая добрая истерика. Стреляли, блядь, в небо вот так, вот стреляли вот так во всё происходящее. Вот там, ну, опять же, я не видел все видео из Израиля, но те, что я видел, вот там были как раз просто, вот, крестьяне с факелами, только им огнестрел дали. То, что было в Кроксе не имеет к этому никакого отношения. И как-то всё в этом, вот в последующей цепочке событий, всё выглядит, как очень дурновкусный сценарий, который режиссировал, блядь, Жора Крыжовников. Вот так, чтобы вот Семён Палычу из села Верхние Пупки всё было понятно и нравилось. Значит, окей, это не украинцы, это уже слишком было бы, это таджики. У нас очень ксенофобное общество, таджиков практически никто не любит, они не вызывают никакого сочувствия у глубинного Семён Палыча. Сумма, за которую они это устроили, 500 тысяч рублей? 500, блядь, тысяч рублей? Но при этом для Семён Палыча это, наверное, огромные деньги. Ну, опять же, блядь, это это пиздец какой-то. И таки привязали с тем, что они, значит, думайтесь, таджики, завербованные каким-то исламским преподобным, которым через Телеграм пообещали 500 тысяч рублей и 250 тысяч перевели на карту банковским переводом. Да, это ж так и работает. Совершив этот теракт, по вот этой охуенной версии, пытались съебаться в Украину. Через линию фронта, блядь! Там война идёт. Зачем? Там посол Беларуси проговорился, что чуваки в Беларусь хотели съебаться. Но вся официальная версия сейчас напишкана тем, что они пытались в Украину съебаться. То есть украинский след таки нашли в этом всём. То есть они пытались съебаться буквально через линию фронта, через зону боевых действий, по версии властей. Нахуя? И это всё на фоне того, что диверсионно-разведывательные группы, работающие на стороне Украины, прорывают постоянно границу там. Ну вот, погуглите село Тёткино, например. А в ответ, соответственно, пропаганда пытается создавать картинку того, что у нас граница на замке. И как бы вот на фоне всего этого террористы, которые только что устроили один из самых дерзких терактов в истории России, собирались спокойно на той же самой машине. Даже машину не меняли. Съебаться через границу в Украину. Через фронт, блядь, видимо, по окопам на Рено. А главное, вот вы выложили это видео, как отрезают уши и заставляют отрезанное ухо съесть, вы понимаете, что после этого никакие показания, блядь, ничего не стоят. Типа, вы абсолютно любого человека можете заставить абсолютно в чём угодно, блядь, признаться под таким давлением. всё, типа, их показаний не существует больше. Показания этих людей не имеют никакого значения. если вы любого человека возьмёте, начнёте отрезать ему уши и заставлять эти уши съесть, он вам во всём признается. Он вам признается, что он Кеннеди убил. Он вам признается, что он теракт 11 сентября устроил. А дальше? Ну, всё-таки появляется вопрос, а зачем? Опять же, ну, вспоминайте самые жуткие теракты, которые были. Вот, с которыми возникают ассоциации. Норд-Ост. Захват заложников, политические требования, политические заявления. Беслан. Захват заложников, политические требования, политические заявления. Крокус Сити Холл. Зашли, убили кучу людей, ушли. То есть, ну, всё ещё непонятно нахуя. Чё добились-то? И это вызывает огромное количество вопросов. И дальше я стал думать. Окей, хорошо, но вы сами только что опровергли то, что это украинцы. Ну, блядь, если бы они сказали, что это коварные украинацисты сделали, но это бы был автограф на месте преступления, опять же, и не о чём говорить. вы сами опровергли что украинцы. А как это используют? Ну, типа, вот как власть будет это использовать? Я вижу только один ответ. У них есть давно одна мозоль, которая они не знают, как подступиться. У них есть такая любимая тема, кто следит, знает. Они время от времени так лапкой её щупают, но, видя реакцию, такие лапку убирают всё-таки. Это мораторий на смертную казнь. Эта штука давно у них чешется. Отменить мораторий на смертную казнь. Раньше его не отменяли, потому что Россия пыталась держать лицо и прикидываться цивилизованной страной, а сейчас потребность в этом полностью отпала. И есть у меня ощущение, что под это всё будут пропихивать отмену моратория на смертную казнь. Потому что это единственное, что можно с этого получить. А дальше давайте тоже проговорим некоторый периметр этого события, ну просто чтобы вот ещё раз охуеть от того, в каком мире мы живём. Террористическая организация Хамас выступила с осуждением теракта в Москве и заявила о солидарности с российским народом. Это реальный заголовок. Блядь, террористическая организация Хамас? Спасибо, нам очень важна ваша солидарность. Мы, блядь, тронуты до глубины души. Террористическая организация Хизбалла осудила теракт в Москве. Видимо, со словами, кто так теракты устраивает, очень ебанутые. Террористическая организация Талибан, по-моему, выступила с соболезнованиями и осуждением теракта. И на этом фоне, на фоне того, что Хизбалла, Амас, Талибан выступают с осуждением теракта. Что самое по себе, блядь, что нахуй? Выходит ИГИЛ, и вот в позе Алекса такие, это мы сделали. Чего, блядь? Я не понимаю, в целом, ну вот, этот эфир озаглавлен так, это мой главный вопрос. Капсом, чё это было? Ты уверен, что этот теракт устроил Путин? Нет. Потому что я опять-таки не могу понять зачем, понимаешь? Да, нет, окей, нет, Путин главный бенефициар всего происходящего, это понятно. Ладно, я сказал не могу понять зачем, и после этого накидал себе сразу пять вариантов зачем. Первое. Исчезла тема выборов, тема легитимности Путина вообще из повестки, в том числе, кстати, обратите внимание, я в телеграм-канал себе выкладывал, можете подписаться, посмотреть, я себе в телеграм-канал выкладывал скрины сообщений разных дипломатических ведомств различных стран с их соболезнованиями. Очень показательно, какие страны выражают солидарность и слова поддержки жертвам теракта и их родственникам, а какие страны выражают поддержку Путину. Вот там Лукашенко вышел и выразил соболезнования Путину. Он выразил соболезнования Путину. И вот там Боливия выразила солидарность с Путиным. Президент Казахстана зачем ты выразил солидарность с Путиным? Ну, ты-то куда? И при этом читаешь там МИД Германии выразил соболезнования жертвам и их родственникам. МИД Словакии выразил соболезнования жителям России. То есть вот кто Путину соболезнует, кто жителям России. Абсолютно исчезли выборы. Исчез вопрос легитимности, признания, непризнания. Вот это все забылось. Абсолютно исчезла тема РДК, которые прорывают российскую границу и ведут бои на территории России. Что для пропаганды, конечно, безумно вредно. И они старательно пытались замолчать это все. Эта тема исчезла из инфополя. Плюс, как обычно, на фоне таких событий это повод для получения чрезвычайных полномочий и введения каких-то резких изменений в правоприменительную практику. Но я молчу про то, что там на камеру отрезать задержанным, чья вина еще не доказана, уши и заставлять их есть. Это не очень цивилизованно. Мы как бы не то, чтобы ждем от путинского режима цивилизованности. Но вот, например, идея с отменой моратория на смертную казнь может сюда хорошо зайти. И это хороший повод под атомизацию общества, под накачку и грядущую мобилизацию. Опять же, я в телеграм-канал выкладывал, а на стримах, кажется, не говорил. Но тут Шойгу собственным ртом сказал, что они собираются за этот год, то есть до конца года, мобилизовать еще 300 тысяч человек. А откуда их брать? Заключенные кончаются постепенно. Дураков добровольцами идти все меньше. Надо накачивать население. И в таком случае, да, Путин главный интересант. Потому что, во-первых, про всякие неудобные для него моменты резко все забыли. Во-вторых, появился оперативный простор, чтобы сделать пару финтов ушами. Сейчас, скорее всего, этих бедных таджиков сперва посадят, а потом быстренько, если вдруг по этому сценарию пойдет, то их быстренько казнят. Отпраздновав то, что у нас теперь есть смертная казнь, и народ будет рукоплескать. Но других интересантов в этом деле я просто не вижу. Окей, ну вот я сразу окей, я смог подвести в чем выгода Путина. Всем остальным это нахуя. Спрашивают бедных, они все-таки убили 140 человек. Еще раз, я крепко не уверен, что это те же самые люди, это надо еще доказать, что это реально не какие-то таджики состройки. Это еще надо доказать в такой штуке, она называется суд, ее в России нет, к сожалению. Потому что когда у вас количество оправдательных приговоров исчисляется сотами долями процента одного, то это называется встранение судов. Но этим должны заниматься суды. И вот никто не виновен, пока не доказано обратное. Это презумпция невиновности называется. Кстати, закреплено в законодательстве Российской Федерации пока еще зачем-то, но на практике уже не работает. Ну просто я вот посмотрел видео с задержанными этими мужиками, они вообще не выглядят как бойцы. Это напуганные до состояния паники задохлики. Я, честно говоря, ну вот глядя на этого мужика, которого в телеграме завербовали за 500 тысяч рублей, я не верю, что он с первого раза найдет у АКМ затвор, чтобы его передернуть. Ну вот такое впечатление он производит. И после этого еще раз, я вот параллельно во втором окне открываю себе видео, собственно, из Крокуса жуткий абсолютно, где я вижу прям подготовленных вояк и такой чувствуете, наебало вам пахнет каким-то. Но даже если это они, это надо доказать. Просто так, без суда и следствия, отрезать людям уши, подвергать их пыткам на камеру. Опять же, после того, как вы сами опубликовали факт пыток, их признательные показания не стоят ничего. Если вам начать отрезать уши, вы тоже признаетесь, что вы в Крокусе людей расстреливали, я вас уверяю. Это вопрос давления, сломать можно кого угодно. То есть, вот этим замечательным действием они перечеркивают просто любые признательные показания, которые из этих таджиков можно было выбить. И независимо от того, кто это устроил, в чем была мотивация, это грандиозный проек спецслужб. Ну, просто это пятно на их репутации. На российские спецслужбы и так клейма ставить некуда, но для российского зрителя у нас самые спецслужбные спецслужбы в мире. Мы вообще, блядь, все Джеймсы Бонды. Ну, мне кажется, что после вот такого, ну, я не знаю, кем надо быть, чтобы вопросики не появились. А, пардон, на вот эти вот миллион силовиков, камеры и вот это вот все слежение, это зачем, если вот так получается? Мне просто, вот можно я риторический вопрос задам? А если бы вчера днем, вот, до теракта еще, перед Крокус Сити Холл кто-нибудь из вас вышел бы с плакатом «Нет войне», до вас тоже полтора часа бы добирались? Или вас бы через 10 минут уже упаковали? Причем не исключено, что с ОМОНом. Так арестовали же каких-то ребят днем перед Крокусом, как я понял, короче, я тоже сперва забайтился на эту новость, но, как я понял, там какие-то качки устроили стрелку, типа, встретиться, набить друг другу морду, и, собственно, их и повязали. Пишут, что спецслужбам похер на репутацию, а спецслужбам там, может, и похер, но в момент атомизации, в момент, когда ты должен убедить народ, что мы противостоим всему миру, то народ должен в тебя верить, народ должен к тебе тянуться как к сильному, как к тому, кто тебя защитит. Вот, у людей, которые вчера были в Крокусе, есть ощущение, что их государство защитит от чего-нибудь, если что? Я что-то сомневаюсь. Да, что я сомневаюсь? Я, блять, знаю людей, которые там были, у меня там несколько знакомых было. Нет Все понимают, что Каждый сам за себя и государство Максимум Еще тебе на могилу плюнет Думаешь, отменят мораторий? Ну, если отменят мораторий на смертную казнь Хотя бы понятно станет, зачем все это Потому что иначе Нахуя? А по поводу того, что Этих напуганных таджиков Взяли в Брянской области Еще раз Вас не смущает? Окей, окей Любая система может Проворонить кого-то Предположим Что вот Москва Доверху обвешанная камерами Ее система безопасности Проворонили белый Рено с черной крышей С вооруженными до зубов Людьми, с гранатами С калашами С огнеметом, по некоторым свидетельствам Которые едут через весь город И спокойно десантируются Перед крокусом Окей Уже были видео На которых запечатлена машина На которой они приехали Они уже Устроили вот весь этот теракт Они после этого Спокойно выходят Садятся в ту же самую машину И уезжают И в следующий раз Сплывают в Брянской области Умолчим Пропустим ответ на вопрос Как? Но вот в этом окне Происходит Интересный момент Что люди, которые выглядели Как профессиональные военные Подготовленные и заточенные На убийство людей Вот в этом окне Между Крокусом и Брянской областью Превращаются в испуганных Трясущихся таджиков Либо Вот что-то изменяющее сознание Их отпускает в этот момент Во что я слабо верю Потому что Не существует таблетки Которые из тебя Рэмбо делает Либо это другие люди На той же самой приметной машине Потому что опять же Если мы говорим о профессионалах Которые подготовили Такой теракт и осуществили А не правда машину поменять Не в состоянии За Сколько там Семь часов А? А? А машину По всем новостям уже прокрутили Если в ней кого-то взять То это Железобетонный пруф Будет для народа Что думаешь О первой новости Про славян С накладными бородами Я думаю Что вот это Как раз просто фейк Как всегда Когда происходит Какая-то такая Чудовищная новость В первую очередь Вылезают Тупейшие Абсурднейшие Версии всех мастей Чтобы собрать клики И собрать комментарии Я думаю Что это из этого числа Просто И Тут Ну понятно Пытались наметнуть На то что это украинцы Но там очень быстро Стало понятно Что нет Салют А есть инфа Как челы умудрились Сесть в тот же самый Рено Логан Который судя по видосу С регистратора Стоял прямо у входа В помещение Хуй Его знает Потому что Видео того Как они выходят Из этого Рено Логан Было размещено Когда они еще были Внутри И Всем Похуй Чуваки Садятся В ту же самую Машину И Спокойно Уезжают И на той же самой машине Кловят брянск Блядь Блядь Ребят Ну 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 Вот Ну Говной же Пахнет То мы Рассуждаем Что они Тупые Даже затвор У калаша Найти не смогут Нет Значит Если ты не можешь Найти затвор У калаша Это не говорит Что ты тупой Это говорит о том Что ты не имеешь Соответствующей подготовки Это разные вещи То теперь А что они Такие тупые Что не поменять машину Нет Еще раз Ты неправильно Меня слушаешь Я говорю о том Что В Крокусе Мы видели Убийц Мы видели Подготовленных Расчетливых Знающих Что они делают Людей А через Несколько часов На видео С задержанием Мы увидели людей Которые нихуя Не отдупляют И я что-то Блядь Не очень верю Что это одни и те же люди Доказать это Ну Пока что Невозможно Вот это на уровне Ну просто Блядь Не верю Но давайте Закруглим Вот это обсуждение Наверное Самой Безрадостной Констатацией Но при этом С которой Спорить невозможно То есть Ну вот тут Есть элемент Конспирологии Есть элемент Догадок Есть просто Ну момент Верю Не верю Это как бы К делу не пришьешь Давайте я озвучу Один факт Который Наверное Все говорит Об этом Происходит Теракт Теракт Это трагедия Там гибнут Люди Это Ну Очевидно Злой ужас И в момент Когда происходит Очевидное Злой ужас Миллионы Человек В нашей стране Первым делом Думают о том Что это устроило Власть Собственной страны Не важно Есть ли какие-то Доказательства Важно Что такая мысль Сразу возникает Это очень симптоматично И очень показательно И вот с этим Что делать Ну как бы Ждать Пока это говно Развалится И Помогать ему Разваливаться По мере сил Ну и разумеется Стоило закончиться Стриму Как стала поступать Новая информация Значит были опубликованы Видео от первого лица Снятые террористами В Крокусе И Я посмотрел Эти видео за вас И смотрите их Пожалуйста Если вы не Прям 100% Эмоционально Стабильный Устойчивый человек С непрошибаемой Нервной системой Потому что Видео Жуткие А важно В них Всего несколько вещей Я о них сейчас скажу Первое На видео От первого лица Совпадает одежда С одеждой Задержанных То бишь В этой версии Они не просто Уехали все На одной машине Даже не попытавшись Разделиться Не поменяв машину Но даже Переодеваться не стали Но С этими видео Есть еще Несколько важных моментов Да Важнейший момент Второй Первоисточником Этого видео Являются каналы Исламского государства Что как бы Хоронит полностью Идею О каком-то Украинском следе И Уводит Нас От версии Что это Теракт Организованный ФСБ Но вот Дальше Начинаются Какие-то Противоречия Странные Эти видео Были опубликованы Уже После того Как были Задержаны Террористы После того Как Были Видео С их задержаниями И комментариями И опубликованы Эти видео Как бы Чтобы подтвердить То что Да Это сделали Мы Ну я имею ввиду С точки зрения Исламского государства Так если уже На весь мир Показали Этих террористов А нахрена Вы блюрите Их лица И меняете Голоса На видео Если ваша цель Доказать Что да Это были мы И вы сейчас Можете показать Что это Те же самые люди На хрена Это делать Если там правда Те же самые люди Люди на видео Выглядят гораздо более Крепко сложенными Чем задержанные Ну задержанные Просто задохники Это Ну Самые Обычные Люди На видео Довольно крепкие мужики С заблюренными лицами Но в той же одежде Но главное Там говорят По-арабски На видео И уже Могу только поверить на слово Но интернет уже перевел Что они говорят И там Все реплики Сводятся К одному Сплошному Значит Аллах-бабаху То есть Это за нашего Господа Это за нашу веру Неверные будут страдать И вот это вот все То есть В этих репликах Прослеживается Очень четкий Религиозный фанатизм У меня не бьется Религиозный фанатизм Желание Убивать неверных А мы знаем Как В среде Фанатиков Относятся к смерти Почему там Столько террористов Смертников Люди Которые легко Уходят в мир иной Но при этом Они даются Живьем То есть Не застреливаются Не подрываются На гранатах Даются Живьем И после этого Объясняют Что сделали Это все За 500 тысяч рублей За 5000 долларов Мне кажется Что когда В этом замешано Серьезное Религиозное Расстройство То 5000 долларов Это так себе Мотивация Это скорее Бесплатно Делается Из чистоты Побуждений Но это Мое Мнение Как светского Человека Если мы берем За основу Понятно Ничего не стало Нет такого Что все Теперь все Однозначно Все точно понятно Нет Ни хрена не понятно Понятно Что это не Украина Понятно Что Это действительно Деятельность Какой-то ячейки Исламского государства А вот Настолько ли все Чисто С этими задержаниями Тех ли они задержали И так далее Это Видимо так И останется домыслом Но Если Исходить из этого То это значит Что помимо Войны со всей Коварной НАТО Войны с Украиной Войны С собственными гражданами Которые Смеют там С плакатами выходить И какие-то вопросы задавать Режиму придется еще Разрываться На войну С исламскими фанатиками А это Очень большая Проблема Поэтому я вас заклинаю Берегите себя По возможности Не только в ближайшее время А в принципе Избегайте массового скопления людей Я понимаю Что иногда Очень хочется Но времена сейчас Отвратительные Я за вас переживаю Старайтесь Оставаться в безопасности Спасибо Что посмотрели этот хайлайт Берегите себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!